Привет, друзья! С вами у микрофона Никита Коньков, канал NK. И сегодня мы начинаем проходить такую игру, как Last Planet 3. Потерянная планета в переводе, третья часть. Честно вам скажу, первые части я играл, но не проходил полностью. Как-то они меня прошли мимо и не завлекли настолько сильно. Сейчас говорят, что третья часть это очень качественный продукт, очень интересный. Поэтому посмотрим, увидим. И что могу сказать именно из описания. То, что нас ожидает непредсказуемая обстановка. И теперь нас ждут самые тяжелые испытания, посвященные истории колонизации планеты. ЭДН-3. То есть раскроем новые тайны, зловещие планеты. И герой, пилот Джим Пейтон, принявший рискованное, но выгодное деловое предложение компании Нео Венус Конструкций, Невик сокращенно, вылетев с Земли на планету ЭДН, которую компания подготавливает к колонизации, Джим присоединяется к товарищам-первопроходцам на базе Караниса. Там он приступает к исследованиям территорий, сбору образцов термальной энергии, составляющей энергетический запас планеты. Поскольку эти запасы термальной энергии Невик подходят к концу, судьба миссии на Каранисе зависит от того, удастся ли добыть энергию из найденного природного источника. Джим понимает, что это отличный шанс получить огромное вознаграждение и раньше срока отправиться домой. Пилот решает собросить вызов коварной планете и агрессивной местной расе Акридов. По-моему, Акридов, если я не ошибаюсь. Машина для Джима это родной уголок вдали от дома. То есть у нас будут огромные роботы и в ней хранится набор инструментов, незаменимых в полевых условиях. Без машины Джим лишился бы не только работы, но и жизни. Корпус защищает пилота от капризов климата. Понимаете? Безумный климат, сильные морозы и снега. Также потерянная планета 3 сочетает в себе различные стили игры, включая пешие сражения, напряженные бои от первого лица. И в игре есть, как вы видите, несколько режимов. Это вот мультиплеер, кампания и, конечно же, нам обещают завораживающую кампанию, то есть историю. То есть посмотрим, позволит ли нам она глубже погрузиться в мир потерянной планеты. Раскроем тайны EDM 3 в неповторимой динамичной обстановке. В общем, да, я, конечно, подготовился, сделал вот такое вот вступление, решил, что это будет правильно, потому что... Сейчас настроим немножко звук. В общем, как я понимаю, эта игра не полностью переведена на английский, вернее, она совсем не переведена, она только сделана, переведена субтитрами, не озвучена. Вот. Поэтому посмотрим, всех валят, продолжаем, начинаем. Новая игра, будем играть на легком. Дэйна. Раскроем. Раскроем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Похоже, что нам сюда Очень похоже Похоже на Dead Space Хотя я не играл в третий Dead Space Играл во второй Но есть какие-то сходства Нам явно недовольны Ух ты! Мощная пушка оказалась Что-то то ли мы подобрали То ли раздавили Непонятно пока что Управление стандартное Все пока что удобно О, черт! Многовато вас, друзья, многовато! Управление очень резкое Немножко нужно к нему привыкнуть Так, ну у нас сейчас главная задача Исследовать Место крушения Поэтому мы туда и направляемся Какая гадость Мы же можем бежать Похоже, самый большой Ой-ой-ой-ой-ой Что здесь происходит? Вот черт Давай-давай-давай-давай-давай Потрясающий огромный робот Ковач, Dr. Kendrick Ковач Не назначай мне Кэмми Эй, мой зовут Худжинс Friendly Frenchman's LaRoche So, вы не пакет Long-range power arm, are you? Не на мне Но где-то в этом корабле Я купил 30-06 Ольга-фамель Не знаю где-то Пакет У меня пистолет, но Довольно 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 Так, я сейчас понимаю, что мы будем садиться в машину. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В принципе, здесь все стандартно, ничего нового. Нужно будет ориентироваться по радару, откуда идут противники. Продолжение следует... Сейчас посмотрим, что можно сделать для прохода этой... Тяжелой техники. Он еще и инженер. Видите, идет загрузка, а мы что-то чиним. Есть. Есть. Целый автопоезд. Когда нет радара, очень тяжело ориентироваться. Пошли. 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 Ух ты. Я думаю, что сейчас мы до конца от них избавимся. Там еще двое. Кажется, все. Да. Не знаю, для чего мы подбираем какие-то такие типа горящих яиц. Наверняка вы уже видели. Может быть, это энергия для того же самого пистолета, типа патронов. Так, ну что ж, залазим в капсулу. Теперь, подождите. Ларош, вы берете высокую дорогу, пока я подбираю к парам. Ай-ай, я подождал. И это была моя introduция к ЭДН-3. Баптизмом по огне. Режим поездочкам неизвестным, но... Продолжение следует... 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 Увидимся в следующей. Всем пока-пока.